Завтра, 2 сентября, на День города, впервые в Украине будет запускаться Одесса Лайтфест. Это световое шоу. Монтируются огромные 10-метровые вышки, на которые устанавливаются проекторы, которые выводят на вот эти два здания картины, на Думскую и дальше ближе к Таланаде. С помощью 3D-мейпинга специалисты смонтировали ролики. Это было смонтировано на полнотерских началах, так как в Украине светового рынка абсолютно нет. Этот рынок уже по всему миру набирает обороты. И сейчас, как мы видим, с Одессы это стартует. Одесса – культурная столица. Я думаю, отсюда возьмет начало. Так как все производные этого всего чудеса есть в Украине, начиная от оборудования, грубо говоря, жесткого железа, так заканчивая специалистами, которые монтируют эти образы, делают эти шоу. В принципе, я думаю, будет очень интересно. Я эти ролики видел. Я думаю, что действительно будет интересно посмотреть. Скажите, а во сколько это заткло здесь будет? Будет с 8.30 до 10. Вечером? Да, это будет, может быть, шоу включить. Будет отключаться полностью свет в районе этого портала. Это останется только звук и свет этого шоу. Это будет как цепочка играть, специально останавливает оборудование, которое будет передавать специально, чтобы люди погружались в эту атмосферу. И, в принципе, одни и те же шоу будут транслироваться на 4 проектора. То есть общая масса будет в захвате одной и в том же месте. Скажите, кто вообще организатор этого всего? То есть сочинщик, идейный, автор. И кто помогал в этой организации? Организатором является Татьяна Лоренц. Учитывая то, что были выборы на нас, совсем было недоорганизация этих шоу. К сожалению, много тогда взяли, и никто не помыл. В этом году она все-таки добилась, она обратилась к ряду людей. Ну, в том числе, как и мне, чтобы какие-то в той или иной мере помогали. Это кто как может кто-то пиаром, кто-то достать документ какой-то, кто-то найти инвесторов. То есть получилась такая грубо корпоративная артель, которые, в принципе, захотели помочь хорошему человеку, который пытался донести украинцам, что все-таки в Украине есть все для продвижения этого шоу. Вообще, это шоу можно использовать для донести никакой социальной цели. Сейчас это, как на День города, это будет развлекательное шоу про Одессу. Вообще, это может быть социальное воспитание, культурное воспитание, экологическое воспитание, что угодно. Просто монтируется этот ролик и показывается людям. Я думаю, это будет действительно круто. И за определенные даже деньги, дивиденды или, может, какой-то бартером с организаторами захотят какие-то рестораторы. У нас есть чудесные здания по центру города. Это просто за сутки устанавливается, вот эта вот штука. Можно проводить такое шоу. Просто, как я считаю, почему я за это взялся, я считаю, что главная цель это донести людям, что у нас в Украине это все есть. И зачем терять такую возможность? Просто развивать это направление. И так же самое продвигать свои же технологии, продавать и дальше. Расскажите, с точки зрения безопасности, как будет обеспечено? А это все согласовано с городскими властями, все коммунальные службы, которые имеют то или иное отношение, электроснабжение, установки, пожарники. Это все согласовано, потому, я думаю, с этим проблем не будет. Я являюсь частью команды организаторов, главой комитета фестиваля, первого в Украине фестиваля световых лазерных технологий. В первую очередь, это работа с фасадными зданиями и трансляция различных световых историй с помощью проекционных техник. Техники, специально созданных под данное мероприятие. Учитывая, что мы попали, мы проходим непосредственно на День города в рамках празднования, мы создали ряд контента, посвященный тематике Одессы. Общая тема у нас — пересечение цивилизаций, с помощью которой пересечение цивилизаций, культур, народов. Одесса как самый многонациональный город нам хотелось показать и подчеркнуть это. И на самом деле это один из немногих городов. Если нас во всем мире говорят о толерантности, в принципе, Одессу мы изначально можем называть самым толерантным городом, в котором более 40 национальностей совмещено. Классно живут и любят друг друга. Подскажите, вот как это будет выглядеть? Что технически, что это? Где установлено? В этом году мы проходим не в очень большом объеме. Мы взяли 4 ключевые локации. В мире, конечно, подобные фестивали — это 10, 20, 50, 60 локаций. Мы решили начать с малого и просто развиваться постепенно. Одна из наших локаций — это фасад городского совета. на Думской площади. Это площадка, на которой будет проходить конкурс 3D-мэйпинга, участниками которого стали 5 стран. Это Польша, Украина, Беларусь, Германия и Арабские Эмираты. Вторая площадка — это здание полуциркули, около памятника Дюку Дерешелье. Это площадка также для мэпинга. Мэппинг — это проекция на здание. Все мы знаем кино. Но кино — это плоская картинка. Сегодня мы уже знаем, что такое 3D-кино. 3D-мэппинг — это такая технология, когда изображение создается с учетом всех архитектурных особенностей здания. Каждой колонны, каждого памятника, всех переходов, соединений и фресок. Соответственно, вторая площадка, вернемся, — это здание полуциркули. В этом году мы взяли только один полуциркуль. Планировали на два, но, к сожалению, компания «Инкор» отказалась покрасить здание фасада, изначально напугав нас очень сильно тем, что они вообще застроят все строительными лесами. Спасибо, что не застроят, и, по крайней мере, здание открыто на День города. Это действительно важно. Мы взяли Приморский бульвар 8. Это будет ряд также 3D-мэппинг-шоу видеопроекционных, и будет конкурс виджейнга. Виджейнга — это виджей-лайв-мэппинга. Это когда профессионалы, медиа-артисты, работают непосредственно в живом режиме на площадке и создают свой контент, вот прямо находясь на ней. И также будет еще две локации ключевые. Первая — это инсталляция «Я рисую Одессу». Нас поддержал Дворец культуры, расположенный в Оронцовском дворце, и предоставил детские работы художественные на тему города. Мы получим вот такую инсталляцию. И также по Приморскому бульвару, они будут рядышком, Приморский бульвар 2 и 3, и на второе здание будет инсталляция интерактивная, которую подготовила одесситка, девушка Юля Шамшеева. Это интерактивная инсталляция, когда на здании проецируются геометрические фигуры, пока что, скажем так, и человек может с ними играть буквально в воздухе, двигая, осыпая, то есть больше для развлечения. И будет установлена пара световых зон, для того, чтобы кто-то мог также поиграть с светом, познакомиться с новыми световыми приборами, с помощью которых каждый может рисовать какие-то световые объекты, ну и еще какие-то небольшие инсталляции. За последние пять лет я посетила более 11 фестивалей света по всему миру. Я состояла в оргкомитете двух фестивалей. Я просто хочу, чтобы данное событие проходило в Украине. На сегодня это самые посещаемые мероприятия. Число зрителей, минимальное, которое собирали подобные фестивали, это 200 тысяч человек. На самом деле оно измеряется миллионами. Это последние, самые новые интерактивные технологии. Это мировое событие, которое делает города инвестиционно привлекательными, которое увеличивает туризм. И, собственно, события такого масштаба мы должны в нашей стране развивать. Второй момент в своей повседневной жизни я являюсь организатором отраслевой премии в сфере, собственно, организации событий. И мне, как организатору отраслевого мероприятия, очень не хватает качественных событий, с которыми мы бы могли работать. И на своем примере мы хотим показать, что невозможное возможно. Данное событие, фестиваль света, было порядка семи попыток организации, которые не уничали с успехом. В прошлом году мы пытались провести Одесса Лайт Фест, и также не смогли. Со второй попытки мы происходим. И мы надеемся, что это покажет всем, что нужно просто делать, и все получится.